Время и Библия Время и Библия Время Будды, Платона, Конфуция и Христа. Если мы возьмем шеститомник отца Александра Мения, посвященный истории прихода человечества к Богу и прихода Богу к человечеству во Христе, то там это очень ярко и выпукло используется. А в чем качественная особенность осевого времени? В том, что люди переходят от коллективного сознания, когда каждый человек мыслит себя прежде всего как часть некоторой надчеловеческой общности к сознанию глубоко личному. Когда человек словно оставляет, ну, как сказал Господь, отца, мать, бабушку, дедушку, жену, сыновей, детей, нацию, государство, все-все-все-все-все. И вот он один в пустыне. В пустыне, конечно, духовной. В чем слабое место концепции осевого времени? Оно подразумевает, что вокруг этого времени все вертится, вокруг оси колеса вертится колесо. Значит, никакого движения вперед не происходит. Это неверно. В этом смысле сравнение не точное, но, как и все сравнения. И вот когда мы с представлением об осевом времени подходим к Священному Писанию, то тут два, как минимум, настораживающих момента, которые нужно понять. Во-первых, для Ясперса Христос был таким еврейским аналогом Будды, Конфуция, Платона. И это не уникальное отношение к Спасителю, и многие западные интеллектуалы смотрят точно так же. И даже популярно, хотя скорее среди дилетантов, идея, что Евангелие – это всего-навсего такой еврейский перепев, ремейк древнегреческих философских и религиозно-философских учений. Тот же отец Александр Мень, да, написал шеститомник в поисках пути истинной жизни с древнейших времен, от магизма до эпохи, предшествующей Рождеству. Но свою главную книгу «Сын человеческий» он написал раньше этого шеститомника, еще будучи студентом, дописывал, отшлифовал, улучшал ее всю свою жизнь и не включил в этот цикл. Эта книга стоит на особицу, и это соответствует христианской вере в то, что не люди приходят к Богу и обнаруживают Его, а Бог открывает себя людям, и существует качественная пропасть между нашим поиском и Божьим ответом. Может быть, если проще сказать, все мы умеем прощать, нас учат прощать родители и правильно делают, потому что первые, кого мы должны простить, когда начинаем стать, становиться взрослыми, это наших родителей. Любые ошибки человека резонируют, но ошибки, которые совершаем мы, родители, по отношению к нашим детям, это что-то ужасное, они же маленькие дети-то. И маленькие ошибки, как нам кажется, у маленького ребенка вызывают очень… вспомните, какие мы были дети, да уже, наверное, не вспомнишь. Все затмило взрослостью. Так вот, да, люди подходят к порогу Нового Завета, как выразился тот же отец Александр, вот его последний тон из шеститомника, на пороге Нового Завета. Но дверь не закрыта, на двери нет, потому что Христос не дом, хотя он себя иногда сравнивает с домом, но прежде всего Бог и личность, подобные нам. Его нельзя выстучить, хотя он говорит, стучите отверстицы, выстучите и я открою. Но главное, он сам решает, как и к кому прийти. Так вот, по-человечески, по-животному, я бы даже сказал, как обезьяна, мы учим своих детей прощать и умеем прощать. И надо развивать эту способность, правильно? Но иногда мы чувствуем страшное ожесточение. Никакие лайфхаки психотерапевтические не помогают. Ну вот, уперлись, но не могу простить. А иногда наоборот. Верующие или неверующие, я думаю, у каждого из нас есть опыт, когда вдруг я прощаю, но не я. Словно прощение само на двух ногах вбежало в меня и простило изнутри меня. Словно солнце в душе взошло. Но я не это солнце, душа моя, солнца нет. Им пришло прощение, прозрение, просветление. Так и с Богом. Здесь качественное различие между Конфуцием, Буддой, Платоном и Христом. Солнце. То солнце, а то люди. Вот и вся качественная разница. Так что в сегое время это скорее метафора, которая помогает поднять важнейший рывок, который совершило человечество где-то во шестом, пятом, четвертом и как до Рождества Христова. И если еще раз посмотреть, какое это имеет значение для Библии, то есть есть один очень интересный момент. Самые яркие, звучные книги Библии, самые, я бы сказал, человечные, где есть и проклятие, и благословения, и все-все-все, это книги пророков. Ох, как пишут, ох, как пишут. Russia Today отдыхает, лев толстой, краснеет, отползает в сторону. Ярко, сочно. Чего стоит хотя бы обличение Израиля за то, что он заигрывает с чужими богами, и Израиль сравнивается с женщиной, которая села на перекрестке. Расставила ноги широко и ждет, когда к ней подойдет какой-нибудь мужик, чтобы выбрать того, у кого пенис побольше. Послушайте, там так написано, что я могу сделать. Конечно, эти слова там, так они как бы выпущены, но совершенно понятно. Их не произносят, их заменяют. Но пророк написал вот так. Замечательные тексты. И тем не менее, шаргом вперед от этой культуры, от этой психологии, являются книги премудрости. Там нет, может быть, таких ярких образов, хотя вера там та же самая. Но книги премудрости написаны от первого лица. Это первое лицо еще стесняется, смущается. Оно не подписывается. Оно скрывается за псевдонимом. Вот царь Соломон. Я царь Соломон. Как в интернете? Берем себе ники, и вот я уже не Вася Пупкин, а я Теодор Драйзер, или даже Карл Маркс. Берут, конечно, имена позвучнее. Песнь песней царя Соломона. Ну ты написал песнь песни на замечательный текст. Гордись. Царь Соломон. Книга Иова. Да не Иов же это написал. Даже не еврей какой-то. Вот кто написал, подпишись. Смущаемся. Потому что от первого лица. Народ, он не имеет такого лица, чтобы по нему можно было бы заехать кирпичом. А первое лицо, оно имеет. Поэтому застенчивое. И в этом смысле, книги царя Соломона, хотя они приписаны человеку, жившему до плена, до великих пророков, они по культуре, по психологии, по отношению к Богу, они уже после пророков, после плена. Это книги действительно современники Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Сократа и так далее. Сделан очередной рывок в том, что можно назвать информационной историей человечества, историей коммуникации, общения людей друг с другом. Рывок, своеобразная революция личности, когда человек вдруг начинает писать не от «мы», «мы греки», «мы астерийцы», а начинает писать от «я». Я Иофф, я Шлома, я царь Соломон, я Сократ. Сократ, кстати, ничего так и не написал. Платон написал от имени Сократа многое. Но это Платон, а не Сократ. Такая вот небольшая хитрость. И даже Псалмы, которые тоже, конечно, многие написаны от первого лица, от имени юридического героя, и они в чем-то менее индивидуальны, менее личные тексты, чем книги «Премудрости», потому что они выражают, в общем, те чувства, которые есть у любого человека, плохого и хорошего, любовь и ненависть, страх, зависть, гордость, честолюбие. И поэтому Псалмы так легко читаются всеми людьми всех эпох и народов, и у каждого народа в своей культуре есть свои Псалмы. Книги Соломона другие. Они личные, они спорные, они ставят вопросы о смысле добра и зла, о смысле жизни, и не дают ответа. Книга Экклесиаста даже утверждает, что ответа вообще нет и быть не может. И это хорошо, но мне ответ нужен на Бог, встреча с ним, солнце. Яков Кротов, Москва. Всего доброго.